МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для того, чтобы добраться до детского оздоровительного образовательного центра «Березка», нужно преодолеть 5-километровый участок дороги, состояние которого оставляет желать лучшего. Огромные ямы уже не просто затрудняют движение, а создают опасность для водителей и пассажиров. В последнем сообщении от Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области сказано, что ремонт дороги к детскому лагерю «Березка» начнется в конце 2018 года. Общая стоимость работы – 40 миллионов рублей. Тем, кто ругает состояние дорог в Сарове и в страшном сне, не приснятся эти огромные ямы и колдобины. Ими, к сожалению, изрезан единственный путь до детского оздоровительно-образовательного центра «Березка». И уже 3 июня по этой дороге на первую смену в лагерь отправятся автобусы с детьми. Это направление, так скажем, да, Дивеева, лагерь «Березка», потому что дорогой-то уже его сложно называть, оно, в принципе, известно для перевозчиков, которые как раз-таки осуществляют доставку детей. Они прекрасно понимают, как себя вести в данной ситуации. Три детских смены, молодежная профильная смена, городские форумы и заезды под эгидой Министерства образования Нижегородской области. В плане мероприятий лагеря «Березка» круглый год огромное количество событий. И для того, чтобы добраться до места, участникам заездов приходится преодолевать настоящую полосу препятствий, иногда съезжая на обочину, а иногда и вовсе останавливаясь перед очередной ямой. И неважно, легковой это автомобиль или автобус. Мы обязаны сопровождать данные кортежа, так скажем, да, привлекая сотрудников ГИБДД. По словам специалистов управления автомобильных дорог региона, последний ямочный ремонт этого участка проходил в прошлом году. Но, как видно, от него уже не осталось и следа. Начиная с 2011 года в разные инстанции было написано огромное количество писем с просьбой провести капитальный ремонт дороги общей протяженностью 5 километров. И все ответы чиновников сводились к одному. Дорога до лагеря включена лишь в предварительный план ремонта. В апреле месяце был получен ответ из министерства, что мы включены в реальный план. То есть это реальный план, подкрепленный деньгами. И сумма порядка 40,5 миллионов рублей на ремонт именно вот этого самого критичного участка дороги. Тот самый критичный участок заканчивается после поворота на Коврез. И от указателя на населенный пункт до ворот лагеря проходит участок, ответственность за который несет администрация Сарова. Его состояние вызывает меньше вопросов. А ремонт тех самых 5 километров ям и выбоин планируют начать в конце текущего года, а завершить уже в следующем. Канал 16 будет следить за развитием событий. На прошедшей неделе двое саровчан пытались покончить жизнь самоубийством. В одном случае причиной стала простая семейная ссора. К счастью, попытки молодых людей свести счеты с жизнью успехом не увенчались. Оба юноши были своевременно доставлены в приемный покой. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Отдыхающие после трудовых будней граждане не перестают удивлять сотрудников полиции. Оставляют, утеряют вещи, садятся за руль нетрезвыми, устраивают драки и лишаются своих мобильных телефонов. Последний случай произошел в доме 56 по проспекту Ленина. 15.05.22.45 зарегистрировано заявление гражданки С. О том, что при неизвестных обстоятельствах на улице Ленина 56 пропал сотовый телефон марки Honor 6A. Как выяснили полицейские, гражданка С с друзьями отмечала какое-то событие. После употребления некой дозы алкоголя у нее случился провал в памяти. Включившись, Саровчанка поняла, что находится совершенно по другому адресу и в другой квартире. И тут же обнаружила пропажу своего сотового телефона. У этой истории счастливый финал. Лицо, укравшее телефон, найдено. Смартфон возвращен владелице. После просмотра камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что оставив свою технику на кассе, владелец вернулся на поиски, но так и не обнаружил гаджет. Нюанс в том, что планшет все это время оставался лежать на видном месте. И как показала видеосъемка, ценная вещь быстро нашла новых владельцев, которых уже вычислили и чужую вещь изъяли. В Саровском физтехе начался прием документов на поступление в магистратуру и аспирантуру. Претендентам необходимо пройти собеседование и вступительные испытания. При подаче документов учитываются индивидуальные достижения, а также участие в конкурсах технической направленности. Прием документов продлится до 1 августа. Вступительные испытания пройдут в период со 2 по 5 августа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области запустили масштабную программу по повышению производительности труда. Проект «Эффективные губерния» реализуется правительством региона при поддержке Минэкономразвития России и Госкорпорации «Росатом». Помимо точечного увеличения производительности труда на предприятиях, программа направлена на сокращение сроков и объемов бумажного документа оборота. Отмечается, что Нижегородская область станет первым регионом Российской Федерации, где внедряется проект «Эффективные губерния». Начался прием заявок на профильную смену «Наше дело-2018». Организаторы приглашают активных молодых людей, лидеров общественных объединений и студентов в возрасте от 14 до 22 лет. Смена будет посвящена Году добровольца. Участники смогут разработать социальные проекты для грантовых конкурсов городского, областного и всероссийского уровня. Дополнительные информации по телефону 671-81. В технопарке «Саров» прошел четвертый открытый областной чемпионат по робототехнике. В соревнованиях приняли участие команды Нижнего Новгорода и «Сарова». По итогам состязания Кубок чемпионата и победу в нескольких номинациях завоевали воспитанники Дворца детского творчества имени Чкалова из Нижнего Новгорода. Будь готов, всегда готов. 19 мая этот девиз ежегодно раздается на торжественных линейках, где сотням детей впервые повязывают красные галстуки. По традиции День пионерии начался с рассвета на лыжной базе, а закончился программой «Здравствуй, друг!» на площади за Дворцом детского творчества. В этом году ряды пионеров пополнили более 400 ребят из 14 детских и пионерских организаций города. В «Сияющих звездах» их ждет увлекательная и насыщенная различными событиями жизнь. Тот опыт, который вы получаете пионерских организаций, опыт общения, коммуникаций, совместных каких-то действий, мероприятий, организаций, проведения, он вам пригодится в жизни, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались. В этом году пионерское движение отмечает свой 96-й день рождения и 27-летие празднуют «Сияющие звезды». Поздравить ребят пришли и те, кто стоял у истоков создания Союза детских организаций. Мы, ветераны пионерского движения, всегда наблюдаем, как работают сейчас пионерские организации в нашем городе, какова их жизнь в школах. И мы отмечаем, что наши пионерские организации одни из самых лучших. Ну и какой праздник без подарков. На торжественной линейке памятные сувениры и дипломы вручили лучшим инструкторам этого учебного года. Свои награды получили также детские и пионерские организации, которые удостоились звания опорной дружины и победители смотра конкурса «Диагностика успеха-2018». После всех гостей вечера ждал праздничный концерт. А самые активные ребята могли поучаствовать в различных творческих площадках, посмотреть на пожарную технику и попробовать свои силы в сборке-разборке автомата. Ежегодно, каждое третье воскресенье мая, в России вспоминают людей, умерших от СПИДа. В середине 80-х годов появился символ движения против этой болезни – красная ленточка, приколотая к одежде. И из года в год волонтеры-активисты общественных движений стараются привлечь внимание мировой общественности к проблемам носителей ВИЧ-инфекции. В нашем городе подобные акции проводит клуб «Волонтеров Инсайт». Активисты городского клуба «Волонтеров Инсайт» провели в торговом центре «Атом» акцию «Обними, если» в рамках всероссийского проекта «Стоп ВИЧ спит». Шесть юношей и девушек прикололи красные ленточки и взяли в руки плакаты с призывными надписями «Обними, если ВИЧ не приговор, если знаешь свой ВИЧ-статус». Фразы, которые на табличках, они как раз затрагивают эту тему, то есть они подтверждают, что ВИЧ не придается через прикосновения. «Обними, если, например, ты ведешь здоровый образ жизни, если ты считаешь, что ВИЧ положительный человек, требует поддержки и понимания». Формат мероприятия оказался новым для нашего города. Посетители торгового центра по-разному реагировали на молчаливый призыв обняться и таким образом поддержать всероссийскую акцию. Одни нераздумово обнимались, другие внимательно вчитывались в слова на плакате. По словам организаторов, такой формат выбран не случайно. Главная цель – развеять один из мифов, касающихся ВИЧ-инфицированных людей. «Мы хотим, так сказать, показать, что ВИЧ не передается через прикосновения, то есть он не передается в быту, именно поэтому мы предлагаем обнять». Сегодня в России живет более 900 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. По данным ученых, каждый час заражается около 10 человек. В группе повышенного риска по-прежнему находится молодежь. Поэтому, по словам волонтеров, их главная цель – как можно больше рассказать об этом заболевании и заставить окружающих хоть на минуту задуматься о своем здоровье. Яркие краски весны – именно так назвали свой отчетный гал-концерт преподаватели и ученики детской школы искусств. На сцену Саровского драмтеатра вышли воспитанники всех возрастов различных отделений школы. Их творческие номера не оставили равнодушным ни одного зрителя. Творческие коллективы детской школы искусств представили зрителям лучшие вокальные, танцевальные, инструментальные номера. Все, что на протяжении учебного года оттачивалось, дводилось до совершенства, с чем представляли наш город на различных конкурсах. Вся эта огромная работа педагогов и детей была показана Саровскому зрителю на Большом гал-концерте. Впервые на сцене Саровского драматического театра выступят все творческие коллективы, вокалисты, солисты, лучшие учащиеся детской школы искусств, которые достигли в этом году необычайных успехов. Большая сцена выбрана не случайно. Собственный зал школы искусств уже перестал вмещать и выступающих, и многочисленных зрителей. Родители, бабушки и дедушки пришли поддержать своих детей и посмотреть, каких результатов они добились за этот учебный год. Это важно родителям, это важно детям, это важно педагогам. Они должны видеть, как растут их ученики, дети. И дети получают большое удовольствие от выступлений. Сцена драматического театра расцветала и от ярких костюмов, и от таланта юных воспитанников. Классические номера, оригинальные танцевальные постановки, кавер-версии народных песен. Преподаватели и дети заряжали зрителей невероятной энергетикой. Для одних концерт – это первый в жизни выход на большую сцену. Для других – это очередная возможность продемонстрировать свои творческие способности. Каждое выступление сопровождалось продолжительными аплодисментами. Редакция канала «16» решила подарить саровчанам настоящий спортивный праздник. И первый в нашем городе турнир по боулингу прошел на отлично. В состав шести заявившихся команд вошли саровские спортсмены, представители ядерного центра, городской лиги КВН, а также болельщики Нижегородского хоккейного клуба «Торпеда». О том, сколько было выбито страйков и кто набрал самое большое количество игровых баллов, расскажем в следующем репортаже. Спортивный азарт, неподдельные эмоции и ни с чем не сравнимый звук падающих кегель. Утром выходного дня ресторан «Прайм» открыл свои двери для тех, кто был серьезно отстроен стать чемпионом по боулингу и забрать себе заветный кубок. Для кого-то этот вид спорта далеко не в новинку. Ну а кто-то взял в руки шар впервые. Первый день. Чего? Серьезно. Серьезно? Первый раз шарф выиграл? Первые. То есть можно сказать, что новичкам везет? Безусловно. В турнире по боулингу приняли участие шесть команд. Некоторые даже пришли целой семьей. В боулинг ребята из команды «Торпедо» играют по возможности. Чаще их можно встретить на трибунах ледовой арены. Для них хоккей – это неотъемлемая часть жизни. Поэтому даже на турнир они пришли с шарфами любимого клуба. Хоккейный клуб «Торпедо»! Вперед! 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 Футболисты, программисты, физики, ядерщики. Попробовать свои силы в этом виде спорта пришли более 20 человек. Одними из самых шумных и веселых оказались ребята из команды «Сочиняя мечты». Мы квинщики. Мы борющие веселых людей, которые веселят народ. Активно выбивали страйки и сотрудники ядерного центра. Для команды «Вымпел» это не первый подобный турнир. Но все-таки к игре они подошли с большой ответственностью. И даже тренировались в свободное время. Мы все работаем в ВНФ и в КБ-2, поэтому «Вымпел». Ребята все с разных подразделений собрались, организовались, потокровались, играем. По итогам полуторачасового игрового марафона победителем первого турнира по боулингу на призы канала «16» стала команда «Вымпел». Ребята набрали более 2000 игровых баллов и заслуженно забрали кубок. Второе место досталось команде «Пловцы Сарова». Бронзу забрали участники команды «Икотный пионер». Несмотря на то, что победитель был только один, турнир вызвал бурю эмоций у всех его участников. Все отлично, все просто супер. Нам очень понравилось. Мы готовы повторить, конечно. Все хорошо. Время просто пролетело. Время быстро пролетело. Даже не заметили как. Чемпионат прекрасно. Я вообще думал, что мы выступим хуже. Сильные соперники. Мы привезли с собой легионера. Он профессионал своего дела, он программист. Но, к сожалению, его навык не помог ему в расчете идеальной траектории. Все отлично, все понравилось. Это был первый турнир по боулингу на призы канала «16». И он нашел положительный отклик у саровчан. А это значит, что подобные соревнования могут стать доброй традицией. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.